добрый всем день добрые зрители доброго канала и немножечко хочу рассказать вам обо всем щенки если вы все помните новорожденные щенки еще с пуповиной из 6 с дочкой мы выходили троих это сейчас такие большие теле пузики две девочки один мальчик каждое утро у меня подъем в пол шестого у нас начинаются игры ну ради этого стоит жить скажем поверьте мне конечно еще не как у меня как сложно с именами но пока я их так в шутку называю ниф-ниф наф-наф-нуф-нуф три таких маленьких толстеньких поросеночка выросли дома выхожены выкормленные и конечно хочется чтобы из квартиры сразу дети уехали в семье в субботу я отвозила 4 кобелей на кастрацию вся та неделя у меня была сумасшедшая вторник среда четверг у нас стерилизации суббота уже началась кастрация и конечно все не дешево плюс эта дорога у меня в общей сложности уходит туда и обратно это двести семьдесят восемь километров ну что делать по-другому нельзя на ближайший четверг у меня записаны еще кобели одна сука на стерилизацию остается немножко но с финансами конечно очень сложно сложно потому что стерилизация соки я от 10 до 20 килограмм нам обходится со скидкой 30 процентов это 3500 525 рублей чтобы вы понимали и кастрация кобелей и у нас тоже достаточно недешевая потому что им делается лапроскопия это более сейчас современный метод про кастрировать кобелей у нас их осталось пять финансово и у нас осталось две суки это вот основные которых нам действительно нужно сделать которые вместе территориально находятся и не дай бог конечно у кого-то случится течка кто-то загуляет и может быть необратимы и поэтому уважаемые мои друзья моя добрая семья я обращаюсь еще раз к вам с просьбой вам помочь нам как бы сделать до конца стерилизацию кастрацию на данный момент я говорю их осталось 2 высокие 5 кобелей недели сложные это работы постоянные езда постоянные поездки и устройство собак с платного пиара ну а теперь наверное главным это я хочу сказать огромное спасибо всем кто откликнулся на беду маленького мишки и в субботу конечно я навестил нашу мишутку мне его принесли мы с ним пообщались мишутка уже более менее живой даже администратор который принял принимала нас и нам гать нам принца всем примут привезли тряпочку тряпочкой а уже два дня и состояние более менее стабилизировалась конечно его капают мишка держится молодцом этому ребенку приблизительно два два с половиной месяца на данный момент миша находится в клинике на лечение у него автотравма то есть кто-то ехал и избил такую крошку но люди мы же должны оставаться людьми до конца если вы были причастны к тому что сбили это маленькое существо но неужели нельзя было просто взять и отвезти него в ближайшую вид клинику душа у вас есть она же должна быть я не понимаю людей их поступки и никогда не пойму у миши был сильнейший болевой шок когда ему сделали рентген миши под вывих переднего левого предплечья вывих задней левой лапы и при всем при этом когда врачи его стали ставить на лапки миша заваливался на левый бок и они не понимали почему сделали снимки шейного позвонка где увидели проблему перелом шейного позвонка и за счет этого его он заваливается на левый бок и врачи сказали что это все лечимо у щенков до 6 месяцев хорошо срастается хорошо лечится поэтому вчера был осмотр нервопатолога и миша выписано лечение пока миша находится на стационаре и будет находиться на стационаре пока он не будет уверенно стоять на лапках то есть это длительное лечение но мы к этому готовы мы его спасли вы его спасли по прогнозам врачей лечение пусть будет длительной но достаточно успешные мы на это все очень надеемся и как всегда конечно я не люблю просить я не люблю вас просите мне всегда это очень дается тяжело и стыдно но с другой стороны я понимаю всегда что я не прошу для себя я прошу именно для них для них чтобы они дальше жили на долгу счастливую жизнь собачью свою обращаюсь к вам с просьбой о помощи нашему медвежонку мишки клиника стационар лечение будет долгое это минимум сказали недели две но мишки повышены лейкоциты поэтому уважаемые мои друзья моя большая дружная семья без вас и вашей помощью мы просто не справимся я очень прошу вас помогите помогите мишки помогите ему на лапке зажить своей щенячьей полноценной жизнью я очень вас об этом прошу и и Продолжение следует...